Приветствую вас! Я думаю, что если что и делать, что и если и пробовать перебивать мысли другими мыслями, то желательно это делать, конечно, исключительно под наблюдением психолога, вот, потому что сами вы себе можете навредить. Вот. Это на мой взгляд совершенно очевиднейший факт. Вот. Поэтому тут старайтесь все-таки по возможности как можно аккуратней с этим вопросом взаимодействовать. Вот. Что касается самих навязчивых мыслей, то ну, вы знаете, конечно, запросы, да, запрос на вот проблематику навязчивых мыслей, он присутствует, да, периодически, он действительно возникает запрос, но работать навязчивыми мыслями не нужно только в рамках беседы, потому что, как вы видите, вы уже изначально свой запрос ставите не совсем верно, в том смысле, что вы говорите, как мне избавиться от, ну, от навязчивых мыслей, вот, а на самом деле избавиться от них и не надо, потому что навязчивые мысли, они пытаются вам сказать, что делать, они пытаются показать вам проблему вашу, вот, понимаете, такая штука. Поэтому здесь ситуация, она именно вот такая. Значит, смотрите, навязчивые мысли это с одной стороны то, чего вы хотите. То есть, с одной стороны это ваше желание. С одной стороны это ваше желание. С другой стороны, навязчивые мысли это определенный запрет, который который, грубо говоря, у вас имеет место быть именно определенный запрет, и соответственно нужно разобраться с тем, что это в первую очередь такбой. Желание или все-таки запрет. Если желание, хорошо, нужно разобраться как его лучше реализовать и почему вы себе, например, запрещаете его. Если это запрет, то также нужно рассмотреть, откуда он идет и так далее. Вот. То есть здесь вот примерно такой подход к данной ситуации работает. Вы пишете о том, что в какой-то миг какая-то мысль негативно начинает меня одолевать и сразу становится. То есть, понимаете, складывается такое впечатление здесь, что вы как будто бы своими мыслями не владеете. То есть, как будто бы вы не отдаете себе отсчета в том, что у вас за мысли, то есть, что они из себя, ваши мысли, например, представляют. Вы не отдаете себе отсчет в том, когда они у вас начинаются. То есть, вы не отдаете себе отсчета в том, когда они дают о себе знать. Вот. То есть это все очень, очень, важная история. Это все очень важный момент. Вот. И, соответственно, обратить ваше внимание на данный факт, ну это, как я думаю, это прямая наша обязанность. Да? Вот. То есть это именно вот такая, значит, задача. разобраться и рассмотреть, как формируются вот ваши данные мысли, как они формируются, что они из себя представляют, когда они начинают появляться и как выходит так, что вы их себе допускаете. допускаете. То есть допускаете в прямом смысле этого слова, да, до себя, как будто их не контролируют. Вот. Конечно, за навязчивыми мыслями скрываются ваши определенные чувства. Вот. За навязчивыми мыслями скрываются определенные желания. Вот. За навязчивыми мыслями скрываются определенные желания. Вот. Ну и, соответственно, с этим тоже можно и нужно взаимодействовать. Вот. То есть это вот то, что можно вам сказать. То, что можно вам ответить. Вот. на ваш вопрос. Вот так вот. Вот так вот. Для более полной картины необходим анализ вашей ситуации, потому что это слишком мало материала вы нам дали для исследования. Я думаю, что если с вами побеседовать, то вы достаточно быстро, достаточно легко сможете обнаружить то, что вас на самом деле беспокоит и волнует. То есть я не думаю, что это будет сверхтрудная задача. Вот. Дальше я просто думаю, что вы сможете подкорректировать свое поведение и свое отношение к себе так, чтобы те противоречия, которые лично за навязчивыми мыслями нашли свою реализацию, и тогда навязчивые мысли сами собой отпадут. Вот. Понятно, что, возможно, ситуация, при которой у вас навязчивые мысли имеют более серьезную форму, в этом случае, конечно, простой беседы будет мало, но пока вы не имели клинического опыта, я полагаю, что можно говорить о достаточно либо относительно несерьезной форме данной ситуации, ну, данной, ну, данной истории. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...